Суды человеческой силы, медведи на автомобилях и уникальные акробатичные труки. Гомельским глядачам новую программу представил один со старейших цирков России – Московский цирк Никулина на Коляровым бульвары. На представлении побывал Максим Савин. Япония, Казахстан, Прибалтыка. Это география выступления Московского цирка Никулина на Коляровым бульвары за прошлые погоды. И по усюль представлении проходились с поспехом. Гомель выключением не стал, публика сустрела артистов овациями. И было за что. Программа, которую представляет цирк Никулина, яскравая и насыщенная. Мы приготовили очень много животных, потому что пять видов животных, которые работают в этой программе, это действительно уникальный случай. Потому что ребята, которые сейчас собрались в эту программу цирка Никулина, ну, Костя Устьянцев, замечательный наш клоун, который прилетел из Америки, Фаха, который сейчас перед вами выступал, мы сейчас с ними работали только в Прибалтике, то есть разных мест цирк Никулина собрал вот такой мощный коллектив, который, я думаю, обязательно понравится гомельским зрителям. В программе «Шматься правды» уникальных номеров. Силовый жанглер Фахреддин Ахназаров на арене выступает Амаль 30 годов. И по праву носит звание одного из самых мощных людей в свете. Ему аплодировали Арнольд Шварценеггер и королева Великобритании Елизавета. Каля 30-ти его досягнение утрапили у книгу рекордов Гиннеса. На арене гомельского цирка осилок забивает цвики руками, подымая зубами Амаль Паутоне, а так само вытремливая наезд автомобиля. Ну, тяжело, но когда зрители это воспринимают все, видите, как аплодируют, мне кажется, нагрузка снимается все. Не зря. Виталий Стоич – глядачей акробатов из Монголии. Лауреаты шматликих международных цирковых фестивалей у першини у Гомеля. Групповые вальтыши – труки на подкидных дошках. Ни одной, что выкликали в оключи захоплений у зали. У нас вот те трюки, которые в советских временах только русские артисты делали. А сейчас на данный момент никто в мире не делает. Уникальным изъявляется и аттракцион «Ехали медведи». Зверы под керовництвом Вольги и Виктора Кудрауцевых освоили многие виды транспортных сродков. И они перемешаются по арене на автомобилях, мотоциклах и велосипедах. Есть несколько трюк, которые до сих пор никто не может повторить. Потому что единственный в мире медведь, который имеет водительские права, который ездит на автомобиле, на картинге – это только у меня. Единственный в мире медведь, который в колесике крутится, как космонавт – это только у меня. Есть еще ряд акробачистских трюков, которые нам удалось сделать с медведями. Жанглер под куполом цирка, дрессированные овечки и собаки, мастерская гульня на бильярде, веселый клоунский дуэт-блюз. Программа цирка Никулина ураживает своей перестостью. Убачить эту цирковую феерую на властные вочи можно до 26 лютого. Максим Савин, Сергей Лукашук, Телерадио, компания «Гомель».